Добро здоровьячка, хунту и хунтубры. Мы из Украины. Сегодняшний ролик не только про благодарность и отчёт о ваших донатах, о том, как они тратятся, что покупается и куда и откуда идёт. Я давно хотел прокомментировать происходящее с каналом и вокруг него, поэтому сегодня и об этом тоже. Мне кажется, это вообще самое важное сейчас, как мы все сплотились, как мы дышим всей планетой в одном ритме, и как в одном ритме льются наши голоса. Начну с наболевшего, а фоном уже показываю ваши комментарии из-под донатов и фотоотчёт от деда и не только. Бусик найден вроде, мы ждём инвойства продаванной из Германии. Вообще классно живут бюргеры. Не, серьёзно. Стабильность, выходные, простые радости жизни. В выходные не дозовёшься никого, да и в будни тоже надо постараться. Разговор с продаванным состоялся в пятницу, машина в продаже уже неделю минимум, казалось бы. Сколько минут надо потратить на оформление инвойса, счёта фактуры? Три, пять, десять. Ха. Вы ход нои. Всем ждать начала рабочей недели. Мы будем продавать бюст столько, сколько захотим. С паузами на гриль и морько. Нам спешить некуда, а вы, если спешите, торопитесь как-то спокойнее. Пока не забыл, снова попрошу ещё вот о чём вас. Просматривайте рекламу на канале, если она есть, потому что это тоже помощь. Сейчас монетизацию часто рубят. Особенно вдруг взялись почему-то за канал 24 Юапенс. Поэтому дохода от рекламы совсем мало. А если вы ещё её и не смотрите, просто завал. Там всего-то нужно до 45 секунд подсмотреть. Параллельно можно камент написать. Или ещё что сделать. Вам это не составляет большого труда. А каналу от того дополнительная копеечка. Копеечка до копеечки. И поры можем. И ещё, слушайте, ну я понимаю, что эмоции часто распирают. Но неужели мы, как и тот подвид от соседей, не можем обойтись без матюча? Глаза выворачиваются, читая каменты. А кроме того, Ютуб прячет ролики в безопасный режим, если в них много каментов сруга неоткровенные. Мы ж цивилизованные люди. Зачем нам этот трэш вокруг? Я, к слову, начинаю понимать, почему Московия с таким удовольствием издевается над Европой. Всё у них спокойно, размеренно, вкусно. Не то, что у нас. Звонок к тебе не будет, а подрывает. Ты не понимаешь ничего, но отвечаешь чего-то в трубку. Читаешь сообщения, отвечаешь, отправляешь, принимаешь, решаешь, согласовываешь. И всё это без пауз в потоке сирены постоянного булькания новых и новых сообщений. Уходят друзья. Приходят враги. Ты без остановки всё это стараешься разрулить девятый год и не знаешь, когда будет отпуск. И будет ли он у тебя ещё когда-нибудь вообще. Тем не менее, наши люди, которые вдруг нашлись по всей планете, это что-то. Польша, Германия, Италия, Румыния, Чехия, Великобритания, Америка, Австрия, Швеция, Швейцария, Канада. Донаты приходят со всей планеты. Я не устану кланяться до земли всем донатерам, всем, кто приближает нашу общую теперь перемогу свободных людей свободного мира над неизвестно кем. Нам этот подвид двуногих ещё только предстоит толком изучить. Сегодня отправил деду сто тысяч, кстати, ровно сто тысяч. Дед ждёт большую отгрузку из Польши. Наш польский фонд Алины Савельевой получил дорогостоящее и современное медицинское оборудование из Германии. Это оборудование предназначено для больниц Павлограда, для беженцев, раненых и жителей города и соседних районов. Также к транспортировке готовы больничные койки, инвалидные коляски, костыли, более десяти тонн гуманитарной помощи для воинов. Благодаря его ведлуне и лично деду нашёлся бесплатный грузовик и водитель. Но всё это надо чем-то заправить, накормить и довезти. Чтобы перевезти оборудование из города Гливицев в Павлоград, нужна солярка на круглую сумму. Дед с Алиной объявили сбор на солярку, но тут нарисовалась банка, в которую вы тщательно пересылали донаты всё это время, а я их там копил на любое полезное дело, параллельно с откладыванием денег на бусика. Пусть этим делом станет заправка фуры с огромным грузом из Польши для Украины. В общем, сто тысяч отправлены сегодня. Но это не всё. За прошедшие пару недель дед сделал несколько отправок на ноль и переправил несколько ваших на него посылок. Рации получены и отправлены. Лопаты для сапёров получены и отправлены. Печка приехала сегодня. Одна деду, одна в Киев, поедет на Чернигов вместе с бусиком. Приехали турникеты. Китай, но для Бундесвера не с Али, то есть с качеством проблем нет. На сегодняшний день дедам, за ваши в том числе донаты, куплено уже 27 автомобилей. Вы себе представляете этот рой машин? 27 штук. Эти ежакомобили живы не все на сейчас. Некоторые закончили свой земной путь совсем, некоторые ещё побегают, но им нужен ремонт и восстановление. На всё это постоянно, а не раз от раза, нужны деньги. Так что все ваши донаты нужны. Всегда. Когда денег на счетах не хватает, их приходится занимать и отдавать потом. Но потребности закрывать надо. Две машины были куплены буквально вот-вот, за совсем небольшие деньги, потому что нужно было хоть что-то и срочно, что способно передвигаться своим ходом и на солярке, потому что с бензом науле всё хуже и хуже. Несколько отправок были сделаны почти в полной тишине. Без пыли и шума. Пять тепловизоров, средней стоимостью каждой около 65 тысяч гривен. Дальность видимости 1200 метров. Километр 200 метров ночной степи просматривают эти штуки, представляете? Это безопасность и контроль, который нашим хлопцам обеспечили. Вы. Это вы их прикрываете. Понимаете? На очереди потребность ещё в пяти тепловизорах. Нужны постоянно и везде. Машины тоже нужны постоянно. И ремонт этих машин, и заправка. И всё это, как правило, внезапно и на позавчера, поэтому запас донатов в банке карман вообще не тянет. А ещё хлопцам нужны птички. Птички – это просто воздух в наших реалиях. И всё это будет покупаться и отправляться на ноль, как только будет для этого возможность. Медикаменты, еда, солярка, вода, трусы, кофе, чай – всё это нужно постоянно и в невероятных количествах. И под конец ещё про людей света. С Мариной мы познакомились благодаря её неравнодушию. Узнав, что гуманитарка пилится и не доходит до адресов назначения, она подняла кипиш, пенсию в этом начинании поддержал, и пару слов в своём обращении она об этом скажет сама. Я же хочу констатировать, её инициатива реализовывается. Первая партия души уже получена дедом, а чтоб вы понимали просто объёмы потребностей, у деда под шефством находится несколько тысяч человек. Марина, спасибо от всей моей пенсовской души. Каждый день тому украинцы взбирали деньги на народный парадарь и весь мир дивился нашей объединенности на околу дней. Сегодня я хочу запропонировать всем нам объединяться на околу другого. Так как в Украине невероятная спека, а наши военнослужащие, наши защитники не имеют возможно в полевых условиях прийняти душ, помидеться, элементарно, инкоги не хватает воды. И насколько мы с ними общались, это хорошо, если есть вологие серветки. В Украине сейчас есть такая дерматологическая губка, это сухая душ для военнослужащих. И мы сейчас проведем акцию «Подаруй душ для военнослужащих». «Подаруй душ для нашего защитника». Вартость этого одного душа – 22 гривне. Это на сегодняшний день меньше, чем одна кава или один хлеб. За 2 доллара мы сможем купить 3 губки. Тобто каждый может для себя сделать какой-то проритет, поставить, выпить одну чашечку кави, или купить, подарить душ для наших военнослужащих. Цей акцией ми маємо на меті забезпечити всіх військових на всіх позиціях. Тобто не буде вибору одна бригада, інша, третя, не знаю яка. Всі будуть забезпечені одинаково. Слава Україні, слава нашим захисникам. І наостанок я хочу всім повідомити, всіх, хто бачив моє відео по розкраданню гуманітарної допомоги, справа тільки розслідується, тільки будуть якісь новини, і всі повідомили повізково. Дякую всім за підтримку, дякую, що ви з нами. Дуже щиро сподіваюся, що всі долучаться до цієї акції. Це невеликі кошти, це 22 гривні. 22 гривні, і кожен військовий зможе кожного вечора прийняти душ. Дякую всім, слава Україні!